Поэтому, какая пещера была с самого начала, просто неизвестно. Возможно, что большая часть пещеры сейчас завалена. Известно, что пещера, ну, там дальше по берегу есть еще вход. Известно, что это все соединялось, была единая система. Ну, опять же, за счет процесса обрушения это все ограничивается. Поэтому здесь небольшое количество ходов, вот в той части, которая нам сейчас доступна, которая не затоплена. Здесь ходов, ну, на самом деле, немного. То есть это понятно, что с непривычки большинству людей здесь ориентироваться почти что никак, но очень сложно. Спасибо. Ну, на самом деле, сильно заблудиться тут негде. К сожалению. К сожалению. Потому что, действительно, там та часть, которая сейчас затоплена, там колонный зал и за ней еще интересные места. Да, они, вот там реально можно было поглаждать долго. А когда вода уходит? Когда, там, в 90-е годы я сюда начал ездить, там, в середине 90-х, там, ну, было озерцо маленькое, на которое специально отдельно ходили посмотреть, а там озеро. Там совсем маленькая такая была лужа в дальнем, самом дальнем углу пещеры. Ну, последние, там, лет 10, наверное, ну, почти не спадает, временами немножко спадает уровень, там, чуть больше, чуть меньше, но все равно затоплено. Ну, в 90-е, где-то в 8-м году или в 9-м, когда мы ходили через колонник, форсировали там, по-коленам в воде, еще можно было пройти хотя бы...